Микс Ньюс Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Утро». В гостях у нас сегодня председатель независимого профсоюза таможенников Эдгар Смазулс. Доброе утро. Доброе утро всем. Я сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы, также видеочат у нас есть на портале Микс Ньюс ЛВ, можете воспользоваться и им. Нашим, скажем так, поводом для встречи послужила новость о том, что планируется забастовка таможенников, но вчера появилась новость о том, что она откладывается, сегодня с утра опять вроде как, что все-таки она состоится. Как дела обстоят? В данный момент забастовка остановлена, потому что по законодательству, если работодаватель обращается в суд с просьбой об остановке забастовки, забастовка должна остановиться. То есть на данный момент у вас нет в планах ее? Это вообще планы вы отмели или все-таки планируете в какой-то момент? Ну, будем смотреть, как решается проблема, и я не исключаю, возможно, что мы будем организовать еще раз одну забастовку. В чем вообще причина была, почему решили устраивать забастовку, может быть, подробнее расскажите? Таможня стареет с каждым годом. Уже в данный момент из тысячи таможенников почти 400 достигли возраста свыше 50 лет. И с каждым годом этим людям становится все труднее и труднее выполнять те обязательства, которые им надо выполнять. Это не означает, что эти люди потеряли работоспособность. Но надо понимать, что в студенческие годы мы всю ночь могли провести в хорошей компании, не спать, и утром прийти на работу. Почти свежими, да. Да, свежими. Но за старостями, с годами эта способность теряется. И глупо все время эту проблему откладывается. Вопрос поднялся в 2004 году, что есть такая проблема, что люди стареют, им становится все труднее выполнять, и надо как-то ее решать. За 13 лет мы так и не решили эту проблему. Я бы еще понял, если эта система работала эффективно. Но если мы посмотрим на статистику, тогда в данный момент по Евросоюзу в Латвии самый большой объем контрабанд сигарет. Если в среднем это составляет 9%, тогда у нас 23%. В Долгофилосе вообще там каждая вторая пачка сигарет контрабандной. И государство только от контрабанды сигарет каждый год теряет 70 миллионов. Господин парадмэкс только что вышел с инициативой, чтобы организовать лотерею на чеков, чтобы дополнительно получить бюджет 8 миллионов. Но тут сумма на 10 раз больше, и никто из депутатов об этом не волнуется. Что таможенники стареют, что у них все труднее выполнять свои обязательства. И от этого не страдает только смена, в которой работает этот человек. Это от этого страдает все государство. И на наш счет это неправильный подход к решению этой проблемы. А вот я хотел все-таки уточнить, был ли момент, когда, не знаю, политики обещали, что эта проблема с таможенниками будет решена? Или вообще всегда говорили о том, что вам не полагается ничего? Ну, я бы сказал наоборот, все время обещает. В 2004 году началось обсуждение. В 2006 году законопроект в первый раз был уже выявлен на совещании министров. 2000, потом все-таки решили, что надо создавать концепцию, чтобы вообще смотреть, как дальше развивается концепция. Вот этих пенсий. Пенсий, да. В 2013 году эта концепция была создана, мы там были вписаны. И тоже очень много было разных компромиссов, на которые шла Государственная служба доходов. Но в 2016 году, три года, три года эта концепция обсуждалась. В 2016 году правительство Кучинска решило, что все-таки эту концепцию не надо нам, чтобы каждое министерство развивало отдельно. Было принято, исходя из этого, было принято решение руководством Государственной службы доходов, что мы создаем новую концепцию, была создана новая рабочая группа. И в конце 2016 года эта концепция была отправлена в Министерство финансов. Но все остановилось. В начале этого года мы собрали подписи почти 900 таможенников и криминальной таможенной полиции. Но так дальше вопрос не был обсужден, с нами даже не встречались. Ну, написали обратно формальное письмо, что нам опять надо создавать концепцию. Ну, ребята, определитесь-то, нам что надо, концепцию или отдельный законопроект? По-моему, все время правительство старается от этого вопроса уйти. Но проблема только становится все гуще и гуще. Если в 2004 году, мы говорили примерно, там, от 30 людей, которые достигли этого возраста, сейчас уже это 400, через еще 10 лет больше половины таможенников, которые работают в посту, будет свыше 50 лет. Они же не охраняют там забор, там, это наркотики, оружие, контрабандные сигареты. Он должен днем и ночью быть способен проверять, искать эти транспортные средства. Если он в 4 утра только мечтает о том, как побыстрее кончить свою смену, из-за того, что он просто уже под 60 или тогда, ну, какая эффективность такого сотрудника? Это, как еще я говорю, он не охраняет забор. Это, как показывает статистика, от этого страдает вся страна. 70 миллионов – это довольно большая сумма. Тот же самый парадный, который сейчас сражается за 33 миллиона, а там 70, и никто на это не обречает внимания. На наш взгляд это как-то непогатусударственно. Вот вы чуть поясните, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, вот структура таможни, сколько сейчас человек занято вот этой работой, если можно сказать? Это, конечно, примерные числа. Примерно в Латвии работают тысячи таможенников, 80% из них работают в таможенных постах. То есть, это непосредственно, которые проверяют машины, сталкиваются? Да, да, да. В Энспилл, Слепа, это Порте, и, конечно, самое большое количество – это в Латгалии, где у нас 5 больших таможенных постов. Силаны, Паттерны, Кетерихова, Гребнева и Вентули. Вот мы поговорим чуть попозже о вообще пенсии по выслуге лет как таковой. Что касается вот таможенников, вот ваш опыт о чем говорит, если все-таки таможенник, ну, по существу, по состоянию здоровья, если так можно сказать, ну, нет у него сил больше работать, вот ночную смену, что дальше, какие у него есть варианты? Он пытается переквалифицироваться, что по вашему опыту? Он досрочно уходит на пенсию по обычной схеме, что происходит? Нет, ну, в данный момент человек просто страдает, потому что, особенно если мы говорим о Латгалии, он понимает, что ему там работу не найти, в Ирландию тоже он больше не поедет. Да, в этом возрасте. Да, в этом возрасте он просто идет и мучает себя, и мучает остальную смену, который понимает, что он больше не может это все выполнять. Или второй вариант – просто как безработные регистрируются, да? Ну, безработные, а что дальше, да? Особенно если тебе 60, да, и все, а что дальше? Конечно, эти люди, вот сейчас у нас идет сокращение, и они очень эмоционально это воспринимают, что вот их хочет кто-то освободить от работы. Там был случай, что человек потерял сознание, больницу увезли, когда она узнала, что она будет освобождена, да? И в данный момент принята концепция, что я надеюсь, что она будет в силу, что если осталось до пенсии 5 лет, человек не будет освобождаться от работы. Он будет как бы дальше мучиться, да. Дотянет. Дотянет, да, до пенсии. Мы продолжим тему буквально через пару минут. Не переключайтесь, реклама и новости. Микс-ньюс. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Гость в студии сегодня председатель независимого профсоюза таможенников Эдгар Мазл. Здравствуйте еще раз. Доброе утро всем. Еще раз. Говорим мы сегодня о работе таможенников, о том, как они борются за свои права, за пенсию по выслуге лет. Ну, в течение 13 лет уже не могут принять какое-то решение, как оказалось. И забастовка, которая на данный момент отложена, но все-таки она может состояться. Как вообще забастовка таможенников происходит? Как это будет выглядеть, может выглядеть? Ну, примерно как на Новый год, когда вы стараетесь ехать в Россию и понимаете, что чтобы пересечь границу, вам надо там почти два дня стоять. Просто таможенник работу останавливает, не происходит ни оформления таможенных документов, ни осмотра вашего машины. И просто вы стоите в очереди и ждите, когда таможенники закончат забастовку. Вот все-таки чуть-чуть поясните, насколько солидарность, так можно сказать, таможенники, потому что, как мы понимаем, люди там есть разных возрастов. Одно дело для человека, которому уже за 50, он понимает, что это очень актуально для него. А другое дело, когда, не знаю, таможеннику 25, и он еще молод, полон силы, и, как вы говорите, может спокойно сутки через трое работать и не думать о том, что будет через 20 лет. Ну, солидарность, по-моему, хороший индикатор был собранной подписи. Почти 800 таможенников подписались, но еще там дополнительно была криминальная полиция, что в итоге было больше, чем 900 подписей. Так что я бы сказал, что солидарность большая. Ну, конечно, другой вопрос, когда тебе начинают делаться намеки, что у тебя не будет допуск к гостайне, потому что ты свои интересы ставишь выше государственных интересов, когда тебе начинают намекать, что у тебя не будет дополнительной премии, ну, конечно, уже это оптимизм людей, и настрой падает. Но я бы сказал, что примерно 200 человек по-прежнему довольно решительны. Ну, это, конечно, в основном те люди, которых наиболее касается эта проблема и которые понимают, что с каждым годом здоровье становится все хуже и хуже. Вот все-таки понятно, что вы по долгу должны защищать интересы таможенников, все-таки вы руководитель независимого профсоюза таможенников, но все-таки такой вопрос, который я хотел вам задать, на ваш взгляд, ну, каковы все-таки должны быть критерии вот этой пенсии по выслугу лет, потому что вот когда до сейма доходит дискуссия вообще об этой концепции, не только там вот о муниципальной полиции, вот сейчас о таможне, то они говорят, ну как, ну, два критерия, это действительно вот работа, связанная с риском для жизни, и вот очень специфические профессии, там, не знаю, артисты балета, к примеру, да, может, все остальные тогда они, депутаты, боятся прецедента, они скажут, ну, в следующей очереди за таможником придут строители и скажут, вы знаете, ну, в 60 лет я уже кирпичи, ну, я так утрирую очень, да, таскать не могу, да, потом придут охранники из частного бизнеса и скажут, вы знаете, я уже не могу больше на машине ехать, что-то там патрулировать и реагировать, да, так сказать, мне уже дома поспать хочется и так далее, да, и все будут требовать пенсии по выслугу лет, все-таки, на ваш взгляд, каковы критерии? Ну, для государства, так же, как и для семьи, ну, ты должен создавать какие-то приоритеты, если у тебя там денег некуда девать, да, тогда все, что там ребенок хочет, там, и это можно купить, и там, в Диснейленд съехать и все остальное. Но когда ты понимаешь, что у тебя бюджет ограниченный, ты должен вычислить какие-то обязательные вещи, на которых тратить. И, во-первых, это, конечно, там оплата квартиры, покупка еды, это первое, на что ты тратишь эти деньги. И государство так же должно понимать, что у нее приоритет. Если, я бы хотел посмотреть, насколько долго работали бы депутаты САЭМов, наша полиция, наши учителя, наши министры, если у них сказали, вот, зарплату мы не будем платить вам полгода. Я думаю, эта страна рассыпалась бы очень быстро. Вопрос о контроле денежного потока – это фундамент страны. Эти люди должны быть первые, которым государство беспокоится. И в данный момент мне сложилось впечатление, что все наоборот. Все наоборот. И, отвечая на вопрос, я бы сказал, приоритет должен быть на государственном уровне от тех людей, из которых работ, качество работ зависит от существования этой страны. Ну, вообще, работа таможенников каждый день – это проверка, ну, поиск контрабанды, проверка машин. Как часто бывает, что надо как-то реагировать? Не знаю, там кто-то понял, что у него там в машине нашли, не знаю, наркотики, сигареты, как-то агрессивно себя ведет, и приходится сталкиваться с какими-то такими, ну, вот физическими. Я бы сказал, что средний шофер с России, с Казахстана, он не будет с вами очень вежливать. В принципе, каждый день, особенно, когда ты ему отбираешь колбасу и котлету, которую испекла жена, потому что, оказывается, это нельзя везти в Евросоюз, это запрещено, ты услышишь очень много интересного, узнаешь о себе очень много интересного. И это не… Как только ты проверил машину, у тебя опять следующий, да, психическое, ну, как бы, настроение, состояние, да, и чтобы возник какой-то респект этому человеку перед этим таможником, да, это очень важный момент. У нас были случаи, когда вообще плевали в лицо, да, там, человек, ну, люди очень есть агрессивные и неадекватные. И, конечно, средний шофер, да, это не с высшим образованием, который ему так проблем, он живет в этой машине, да, ему… А еще тут придиряется, да, что ему там больше, чем два пачки сигарет, то, что, оказывается, везде можно две блоки, а тут только два пачки, да, и хочет отбрать, да, ну, это… Работа очень напряженная и сложная. Я напомню, телефон напрямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы. Да, и у нас они есть, поэтому одевайте, пожалуйста, наушники, и будем принимать звонки. Доброе утро, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. И вот имя гостя, к сожалению, не запомнил. Спасибо большое за то, что информацию вы донесли до, скажем так, широкого населения, потому что не все знакомы со спецификой вашей работы, с проблемами, которые у вас есть. Вот благодаря активности медиков мы теперь знаем, что у них происходит. Спасибо и вам. Вот. Я вам искренне желаю удачи и успехов в вашем деле по защите ваших интересов. А у меня вопрос такой. А какому министерству подчинена вообще ваша служба, ваша структура? Потому что если это министерство внутренних дел, то я вам просто желаю чуть-чуть потерпеть, потому что единство почти развалилось. Скоро у вас там, я думаю, будут перемены. Спасибо. Спасибо большое. Нет, это министерство финансов. Да, это министерство финансов. Структура СГД, служба госдоходов. Ну, очень спасибо за... Приятно слушать, что нам желает хорошего и поддерживает нас. Мы затронули тему колбасы и котлеты. У меня такой личный вопрос был всегда, когда едешь и смотришь, как, ну вот из России в частности, понятно, кто-то знает, что нельзя возить, кто-то не знает, кто-то знает и все равно везет, надеется на то, что как-то принесет, его не проверит. И стоят большие контейнеры, куда складывают все это, там, колбасу, алкоголь, бутылками. Что с ними потом происходит? Колбаса и все другие животные продукты должны быть сожжены. Они являются особой категорией, их нельзя как-то просто на общую свалку выбрасывать. Они все собираются, отдается службой ветеринарного контроля, у которых есть специальные печи, где это сожжигается, и все это сжигается. То есть все продукты нельзя, там, не знаю, домой взять, разделить в конце смены? Почему? Они же не просроченные, ничего с ними, все в порядке. Нет, нет. Потому что если смотреть, как распространялась чума в России, тогда видно, что она шла по магистралям, где главные магистрали. Просто видно, что люди что-то выбрасывают из окна, да, он там попробовал котлету, понимает, что что-то не так, и потом свиньи это подбирают и кушают. Из-за этого, ну, очень важно, чтобы какие-то риски были ограничены, и ВОЗ был запрещен. Но в Латвии произошло немножко по-другому, это как бы не мой вопрос. Я, насколько понимаю, там все-таки сами заряженные свиньи зашли. Да, это они уже мигрировали. А алкоголь? Конечно, все уничтожается. А почему нельзя? Я не могу понять. Ну, поверь, что за алкоголь, это же целая история, видимо, да? Да, но это, нет, это… Таможники опасаются. Да, но это нельзя… Вы искравляете рынок, да, с этим продуктом, и он не должен появиться в продаже или в потреблении. Он должен быть уничтожен. Вот такой вопрос, который хотел задать, вот насколько, скажем, велика вот это, что касается кадров, да, текучка кадров, то есть, действительно, есть люди, которые работают уже там 10, 15, 20 лет на таможне, и вообще, насколько там тяжело найти кадры для такой тяжелой, в принципе, работы? В данный момент у нас немножко другая проблема, у нас идет сокращение кадров, мы уже больше года никого не принимаем, но я думаю, что в Латгалии, где довольно большой безработица, там, в предыдущие годы молодые люди довольно активно интересовались возможностью поступить на эту работу. То есть, все-таки, все-таки желающие есть молодые? Да, ну, просто нет такой возможности, и как выглядит ближайшие там 3-5 лет, наверное, мы не будем никого брать дополнительно, потому что идет, все идет на то, что… Ну, это общая концепция, что надо сокращать число чиновников, да, и мы тоже идем под это, вот в данный момент у нас сокращает там почти 100 мест, ну, реально будет где-то 50 примерно человек, которых… Вот не могу вас не спросить, есть такое мнение, может быть, специально распространяемое, что вот все-таки сейчас век компьютеризации, все набирает, набирает обороты, все новые и новые технологии, и в конце концов все заменят вот эти вот контрольные механизмы компьютерные, да, и вот людей физически, вот, которые в том числе, видимо, и на границе, будут все меньше и меньше. Но я так понимаю, все равно никто таможенника в таком виде не заменит, да, никто робот? Конечно, конечно, намного все-таки, намного специфических вещей, которые надо делать, которые, ну, у вас не заменит автомат, но то, что к этому там старается, да, это, конечно, есть тенденция. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, у вас еще есть время позвонить и задать свой вопрос, у меня по поводу контрабанды опять вопрос, чего больше всего проводят, пытаются провести нелегально? Это продукты питания или сигареты, алкоголь, наркотики? Если смотреть шоферев грузовиков, тогда, конечно, это колбаса, там, дополнительные сигареты, потому что шофер живет в этой машине, и в Европе он не может позволить себе там идти в Макдональдс или Хейсбургер и кушать, да. Ну, если смотреть тех, которые едут за покупками, тогда, наверное, это будут сигареты, дополнительная горючая, ну, алкоголь. Ну, это такие прям производственные объемы там большие, или это, ну, вот для себя там лишний блок купили? Чаще как? Ну, если мы смотрим на тот процент, сколько у нас составляет контрабанда сигарет, тогда это не можно ввести просто там багажом дополнительно два блока. Это идет в очень больших объемах, да, чтобы заполнить этот весь рынок. Как вы вообще вычисляете, едет машина, как можно понять, что вот у нее там где-то ее надо ставить, разбирать все по частям, все вскрывать, все внутренности, а почему бы не пропустить? Ну, там разные методики, из чего это вычисляется. Как бы, это тогда надо отдельная передача о контрабанде, потому что я видел настолько люди в своем творчестве, эти контрабандисты могут создавать всякие места, где спрятать, да, это просто там класс, да, не придумаешь даже. Может быть, такой последний вопрос, время так стремительно подходит к концу. Вот какие у вас взаимоотношения там союза свободы и профсоюза вообще? Можем говорить о какой-то, не знаю, солидарности вот к вашей теме, или вы фактически вот одни в этой борьбе? Нет, ну я бы сказал, что у нас дружеские отношения, когда перед организацией этого, этой забастовки, встречались с профсоюзом учителей, чтобы посоветоваться, как они решали эти технические проблемы. И я бы сказал, что есть солидарность, но эта солидарность, ну вы тоже, наверное, меня поддерживаете, да? Да, понятно, да. Вы видите проблему, да? Есть конкретные, да. Ну, чтобы они дать, ну, это, наверное, еще нам дожить до такого, что происходит, например, в Франции, да, что там все выходят, все профсоюзы выходят на улицу, если там какие-то проблемы. Ну, у нас еще, это не развито, да, это не развито, и, ну, я думаю, что людям нет другого выхода легально, да, бороться со своими правами. Нам пора заканчивать. Сегодня в гостях в первой части у нас был председатель независимого профсоюза таможенников Эдгар Мазуз.